Организаторы ярмарки белорусских товаров на своем белорусском языке приветствовали сочинских ветеранов. А их так мало осталось в Сочи тех, кто участвовал в боях с фашистами. Семен Гайсинский, Павел Зубенко, Михаил Инкен, Николай Николаев, Павел Сюткин пришли вдовы умерших участников войны. Мы, белорусы, вельми вас рады видать на вашей родной земле, на земле Краснодарского края. Такие встречи организовывает Совет ветеранов и общественное движение «Здоровый мир» под руководством Руфины Удальцовой, чтобы хоть как-то скрасить будни наших героев войны. Всем им далеко за 90, а Павел Артемьевичу Зубенко – 96. Я начал Заполярье, Даларское направление, и закончил Праге. Праге за освобождение Праги. Я имею чешский военный орден, чешский военный крест 1939 года за освобождение Чехословакии и столицы Праги. Ребята, не слышно, аплодисменты ваших. Освобождал Польшу, Германию, Чехословакию и свою родину. Защищал и освобождал. Люди, которые часто приходят на оптово-розничную базу на Фабрициусе, были удивлены. Здесь и концерт для ветеранов, и возможность пообщаться с ними, сказать добрые слова. И торговые ряды расширились кубанским производителям, присоединились производители из Белоруссии. Здесь они пробудут только неделю. Как всегда, в широком ассортименте молочные продукции, мясные, колбасные изделия, различные сладости. Ну а белорусский дрикотаж всегда пользуется особым вниманием у сочинцев. Очень нравится белорусский, потому что качественное и натуральное. Никакой подделки. Не первый раз приезжаю, мне нравится. Дай Бог, чтобы они всегда были, белорусские товары. Пока сочинцы делали воскресные покупки, владелец чайханы, расположенный здесь же, пригласил участников Великой Отечественной войны за праздничный стол. Плов из-за душевной беседы. И это еще один показатель, что не только в празднике надо вспоминать про ветеранов. Совместно с советами ветеранов на всех площадках города Сочи проводим такие акции. Будет это к празднику или не к празднику, будет это на рынке, или в органном зале, или в театре. Разницы нет. Мы всегда и везде приглашаем и поздравляем ветеранов. Тем более здесь администрация этого рынка сама прониклась и попросили, чтобы наградить ветеранов. Аптово-розничная база день от дня становится больше и интереснее. Периодически обновляется ассортимент. Продукцию привозят со всех регионов юга России. Много кубанских товаров. Да и по виду легко определить, насколько свежие овощи, фрукты. Мы привозим его с Кубани. И по вкусу он другой. И по виду, и качественный. Аптово-розничные склады на фабрициусы и белорусская ярмарка. Каждый день ждут своих покупателей. Сюда легко добраться на своем транспорте с объездной дороги из Куротного проспекта. Много парковочных мест. Ходят автобусы по двум рейсовым маршрутам. Первому и восемнадцатому. Елена Афсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.